Сегодня мажорист принял в работу, пожалуй, один из наиболее обсуждаемых законопроектов о банкротстве физических лиц. К разработке проекта закона поручил приступить глава государства в начале этого года. Сегодня проблема с закредитованностью населения достигла критического уровня. По статистике в стране насчитывается больше миллиона должников по займам, а также коммунальным и налоговым платежам. Причины банкротства разные – потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и последствий пандемии. Проект закона должен смягчить социальную напряженность, а также стимулировать выплаты под долга. Согласно нормам законопроекта о банкротстве физлиц предлагается восстановление платежеспособности, иными словами, возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. А в случае, если такого дохода нет, предусматривается судебное и внесудебное банкротство. Целью данного законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопросов, связанных с неплатежеспособностью граждан Казахстана. В частности, должникам предусмотрена процедура внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается и установление ответственности.